Квартирный вопрос испортил москвичей, писал любимый нами классик. А квартирный вопрос, в котором замешана звездная фамилия, портит на москвичей и родственников звезды из провинции, искушает десятки проходимцев и становится предметом обсуждения всей страны. Уже три года как ушла из жизни одна из самых красивых актрис советского кино Наталья Кустинская. Последние годы все обсуждали два вопроса. Как жестоко время расправилось с ее красотой, и где же, собственно, родственники, хоть какие-то близкие люди. Кустинская жила в нищете, страдала от многочисленных болезней и была бесконечно одинока. Ухаживал за тяжелую больную актрису и совершенно чужой ей человек. Медбрат Андрей Осенев эти месяцы никогда не забудет. Очень тяжело было за ней ухаживать, потому что она была обездвижена. Но у нее же куча травм и позвоночник, и артроз. Это когда колени вообще не сгибаются, это адские боли. И головная травма, там черепная, мозговая травма у нее была когда-то. Это интервью Андрей Осенев дал сразу после смерти актрисы. У него еще были ключи от ее квартиры на Патриарших прудах. Район престижный, и это главный плюс этой страшненькой отдушки. На окраине такой, как говорят риэлторы, бомжатник стоит в четыре раза меньше. Да, вот эта самая комната, где она прожила последние четыре года. Ну, я имею в виду четыре года, которые она пролежала буквально на этой постели. Она ушла из жизни в 2012 году, а дележка ее квартиры продолжается до сих пор. В борьбе за нее схлестнулись три группировки разных родственников. И они были жутко разочарованы, когда узнали, какая жилплощадь осталась после смерти Кустинской. Где же сказочные хоромы? Ведь Кустинская была звездой и объектом зависти всей страны. Когда они увидели эту маленькую сиротскую квартиру, они были очень огорчены. Они не помогали, они не общались с ней. Они даже открыточки из-за все время ей не написали. Но зато, когда она умерла, они появились тут же, и все подали на наследство. А что, полюбила? Не знаю. Во всяком случае, так больше продолжаться не будет. Ослепительная блондинка с великолепной фигурой. Главным секс-символом страны ее сделал фильм «Три плюс два». Зеленые глаза, роскошные волосы, несоветского оттенка. Женщина на миллион. Я помню, я еще вообще девчонкой была. Это входило просто, знаете, вот радость такая, радость жизни входила. Красота необыкновенная. Рядом с Наташей идти это было, конечно, невозможно. Потому что все взгляды и мужчин, и женщин были только на нее. То, что она действительно была необыкновенно хороша, ну, она еще была женой космонавта. В то время это выше не было. Борис Егоров был мужем актрисы Натальи Фатеевой, еще одной красотки советского экрана. Но Кустинская победила соперницу за пару дней. Ушла от мужа и стала строить жизнь в новом браке. По тем временам, считайте, с олигархом. Космонавты были запредельно богатыми людьми. Она была богиня. Он ее одевал как куклу. Поэтому к ее красоте, еще та необыкновенная одежда и французские духи, что-то было необыкновенное. Государство наградило Егорова роскошным пентхаусом. Слово это вообще тогда советским людям было неизвестно. Квартира, где они жили, поражало воображение. Наверное, это и приехало после смерти актрисы делить ее родня. 150 метров, 60 метров только гостиной, бассейн был в квартире. Вся была французская дворцовая мебель золотая, обтянута шелком стены. Но прожив с космонавта в Негоровом 20 лет, родив и вырастив сына, Кустинская от него ушла. Банальная причина – муж ей изменил. Ей досталась скромная коморка, и сказка кончилась. Актриса стала пить, работы не было. Она стала очень полнеть. У нее стали лекарства прописывать те, которые нарушили обмен веществ. То есть у нее пошло одно за одно, знаете, как ком, человек, который был совершенно другой, а ком болезней нес одну за другой. Ее сын был талантливым ребенком, снимался в кино, а вырос в несчастного человека, который начал принимать наркотики и в итоге рано умер. Кустинская жила одна, но, несмотря на утраченную красоту и бесконечные болезни, верила, что еще найдет свою любовь. И периодически в ее квартирке появлялись мужчины, которых она без похода в ЗАГС называла мужьями. И особенно привязалась к некоему Стасу, который жил с ней, а потом без объяснений пропал. Он просто был в ожидании того, что... как бы... того конца, и... в общем, он будет наследником этой квартиры. Приезжал и уезжал, приезжал и уезжал, а потом уехал и вообще исчез. Почему она была одинока? Так очень часто бывает со знаменитыми людьми. Пока они молоды, пока живут красивой и яркой жизнью, какие-то родственники им совершенно неинтересны. Когда Кустинская была звездой, она искренне не понимала, зачем ей какие-то тетки и сестры из Самары. А когда она стала старой и ослабела, то радовалась визитам любого человека, вспомнила о всех подругах и даже просто приятельницах. И вот это вот небережное отношение к человеческим взаимоотношениям, небережное отношение и несохранение семейных уз, как правило, приводит к тому, что провожают другие, чужие, другие люди, которые как бы никакого отношения к ним не имеют. Андрей Асеев работал в благотворительной организации, поддерживающей старых актеров. Сначала просто привозил кустинской продукты, а потом она попросила его остаться. Это случилось после того, как в квартире актрисы прорвало батарею вдобавок ко всем ее хворям. Еще случились сильнейшие ожоги ног горячей водой. Она думала, на кого оставить квартиру. Размышляла на эту, по этому поводу. И в конечном итоге она как-то предлагала, говорит, Андрей, может, тебе оставить? Ну, как говорится, хозяин барин, поэтому я не претендую, как говорится, на такой шикарный подарок. Все-таки я у вас недолго нахожусь, и вдруг мне такая честь. В последние перед смертью месяцы Наталья Кустинская боялась оставаться дома одна. Она уже почти не поднималась с постели. А если вставала, то падала быстро на пол и начинала горько плакать. О том, что ее не стало, родственники актрисы узнали из репортажей по телевидению. И тут же слетелись в Москву делить квартиру. Все родственники, которых там, ну, как говорится, по подсчетам человек семь, наверное, все подали заявление на наследство. Они на похоронах не присутствовали, нигде. Было только я, гильдия актеров и Андрей. Но потом они появились все с документами. Красивая, знаменитая, богатая, потом больная, всеми брошенная и нищая. Жизнь Кустинской нельзя назвать счастливой. И даже после смерти она не может рассчитывать на светлую память и покой. Ее имя треплет в судах алчная родня. Из-за распри между родственниками Натальи Кустинской друзья до сих пор не могут установить на ее могиле памятник. Так как по закону это может сделать или разрешить сделать только тот, кто входит в права наследства. Родственники готовы судиться долго. На память об актрисе им наплевать, как и на чувства ее друзей. Главное – квартира. Советское государство награждало народных и значимых людей искусства хорошими квартирами. Это была жилплощадь в самых престижных домах Москвы. По тем временам элитная. За выдающийся вклад в искусство получила роскошную квартиру на улице Горького в самом центре Москвы и знаменитая балерина Ольга Лепешинская. Она была звездой мирового масштаба, которой был очарован Сталин. Ей могли приглянуться фужеры на приеме в Кремле. И он на следующий день присылал ей таких коробку. Часто вождь народов приглашал ее к себе в гости. И она могла одним звонком в Кремль решить любую свою проблему. Брал трубку телефонную и говорил, да, Кремль, это Лепешинская. Она знала себе цену. Ее мужем был видный военачальник Алексей Антонов. Он не раз просил ее родить ребенка. Но Лепешинская выбрала балет. Ведь беременность может испортить фигуру. А она не мыслила себя без сцены большого театра. У Антонова была дочка от первого брака. Лепешинская с удовольствием принимала ее в гостях. И в старости потом не раз говорила, что очень жалеет, что не имеет собственных детей. В 63-м Алексея Антонова не стало. И великая балерина осталась совсем одна. В огромной квартире была звенящая тишина. И Лепешинской часто казалось, что в соседней комнате слышны шаги любимого мужа. Потом был балет «Красный мак», в котором она упала, сломала ногу. Перелом был в трех местах, и больше она уже не танцевала, а она преподавала. Прошли годы, и в старости Лепешинская решила, что ей нужна компаньонка. Добрая, порядочная женщина, которая может взять на себя заботы о быте и поговорить по душам зачалины. Ариадна Москаленко была большой поклонницей ее таланта. Лепешинская называла ее Ритой. Рита там все приводила в порядок, следила за тем, чтобы у нее все было чисто. Она следила за всем, вела все хозяйство, короче говоря. Ольга Васильевна сама ничего не могла делать. Но Рита, как и Лепешинская, была стара и часто болела. Как могли, они ухаживали друг за другом. Но когда обеим перевалило за 85, стало понятно, им нужна помощь. По соседству жила симпатичная, как показалось старушкам, пара Вячеслав и Светлана Барульники. Супруги стали приносить им продукты и лекарства, втерлись в доверие, взяли над ними ежедневное шефство. Меня это тоже очень сильно удивило, потому что никогда раньше я не слышала ничего ни про Вячеслава Барульника, ни про его жену, ни про его семью, ни не было этого человека в этой жизни. Она перестала отвечать на телефонные звонки. С ней что-то происходило, никто не мог понять, что, почему она не отвечает на телефон. Однажды Лепешинскую пришел проведать близкий друг. И он спросил ее, почему она не подходит к телефону. Лепешинской вопросу очень удивилась. И выяснилось, что телефонный штепсель выдернут из розетки. Было ясно, что это сделали опекавшие ее соседи. Исчезла вся коллекция драгоценностей Лепешинской. Исчезли драгоценные вещи, ценные с исторической точки зрения. Когда мы говорим, так где же драгоценность, он говорит, засунул себе взад. А другая подруга знаменитой балерины однажды заметила, что у всех картин, среди которых были подлинники Коровина и Серова, новые рамки. И выглядят они как-то странно. На что Лепешинская ответила, что Вячеслав Барульник забирал их на чистку. Когда я видела новые рамки на всех, и какие-то обесцвеченные, я Рите сказала, зачем вы это сделали? Она говорит, ну вот, пришел, предложил, чтобы почистить. А у нее были оригиналы в большом количестве. Где это все? Но Лепешинская в силу возраста и ослабевшего ума не понимала, с кем имеет дело. И была настолько, как уверяет Вячеслав Барульник, ему благодарна, что подписала на его имя дарственную на свою квартиру. Друзья балерины пытались мешаться, искали встреч с мужчиной, которому вдруг привалил такой подарок. Но он, не стесняясь выражениях, посылал всех далеко и навсегда. Он ведь экс-офицер службы госбезопасности, да? Так что он реагировал нормально. Он знал, что закон на его стороне. То есть юридически там все было абсолютно чисто. 6 ноября 2008 года Барульник и его жена, как обычно, принесли продукты Лепешинской и Рите. Но дверь почему-то сразу своим ключом не открыли. Позвали соседку, как свидетельницу, как будто знали, что их ждет в квартире. На полу в луже крови лежала Рита. Было понятно, что она мертва. А в своей комнате сидела обезумевшая Лепешинская, утирая кровь с разбитого носа. Рита была очень крепкая. Почему умерла Рита, никто уже не знает. Прибывшие врачи констатировали смерть Риты от трофической язвы. А почему на полу столько крови, никто расследовать не стал. Барульник сказал, что имеет завещание Риты, в котором она просит кремировать ее тело. Так и сделали, не разобравшись, что же произошло в тот страшный день. И странное дело очень вскоре не стало и самой Ольги Васильевны. Мало того, якобы, согласно ее завещанию, прощание не проходило в Большом театре. Это было очень, конечно, странно. Почему умерла Ольга Васильевна, тоже сложно понять. Потому что ее тоже очень быстро кремировали. Все документы были подписаны, все доверенности, все-все-все. Но Вячеслава Барульника буквально в последние месяцы жизни. Я видела, как старые поклонницы Ольги Васильевны, которые когда-то дежурили около выхода из Большого театра, чтобы просто взгляд ее поймать, плакали, рыдали. Они уверены, что ее убили. Она была звездой. В нее влюблялись самые влиятельные мужчины Советского Союза. Но в старости стала одинокой и беспомощной мишенью для хитрых граждан. Странной гибелью двух старушек и барульником занималась прокуратура. Но следов преступления не нашла. Два года назад одно популярное глянцевое издание опубликовало интервью внучки знаменитого артиста Олега Стриженова – Александры. В нем она рассказала, что осталась без крыши над головой и скитается по съемным квартирам. Дедушка, ну, мне он никогда не звонил. Мне хотелось, чтобы меня взяли, окружили заботой. Я же была маленькая, ну, в душе, может быть, я была маленькая. Но ничего такого не произошло. То есть люди как жили, так они и стали жить. А я осталась одна. Ах, если бы вы знали, сколько раз я был влюблен. Ну, в кого же? В кого? А не в кого? В идеал. В ту, которая мне приснится. Олега Стриженова называют одним из самых романтических героев советского кино. Созданные и образы очень нравились миллионам советских женщин. Актер был суперзвездой. Не меньше, чем, скажем, там, Марчелло Мастрояне в Италии или Жерар Филипп у себя. То есть он, можно сказать, что он был русский Жерар Филипп. Лучшую роль он сыграл в кинокартине «Овод». В 1955 году, когда фильм вышел на экраны кинотеатров, он стал лидером проката. Его с восторгом посмотрели 40 миллионов человек. «Овод» очень много значил в судьбе актера. На съемках этого фильма он влюбился в исполнительницу роли Джеммы Мариану Бебутову. Это первое, что ей повезло по жизни. Господь ее направил вот на эту роль в «Оводе». Очень ярко-эффектная внешность, выразительность, такая какая-то аристократичность, благородные манеры. И хорошо, что в такую минуту мы вместе рядом, Артур. Мы будем жить одной целью. Вместе бороться. Да, и может быть, вместе умрем за грядущую республику. Их любовь была такой же, как в кино, в котором они сыграли главные роли. Они стали мужем и женой, жили счастливо, растили дочь Наталью. Марианна обожала мужа. Я. Но через 12 лет брака Олег Стриженов оставил семью и ушел к другой, тоже актрисе, Любови Земляникиной. В этом браке у него родился сын Александр. Известный актер, режиссер, телеведущий. А с дочкой он почти не общался. Никогда она была еще школьницей, никогда уже стала взрослой и тоже пошла в актрисы. Ей доставались только роли в эпизодах. Успешной карьеры, как у ее сводного брата Александра, у нее не вышло. По произведенным расчетам, это двигатель сообщить звездным коробкам. Я думаю, что ему было стыдно, то, что мама не удел. Саша очень быстро начал расти. Начал идти вперед. Очень быстро. Хотя он младше. Мама. А мама как-то тормозила, конечно, немножечко. Не сама, а обстоятельства так складывались, да, что получилось так, что она была невостребована. Может быть, из-за этого. Ее мать, красавица Марьяна Стриженова, после развода с Олегом Стриженовым тоже как будто получила черную метку. Иногда ее звали на роли аристократок. Ей очень шли открытые платья, перчатки, как у героини фильма слепой музыкант. Неужели этот венский инструмент хуже куска украинской вербы? Ну, скажи мне, Максим. Такого типа героини, интеллигентные, аристократичные, они все-таки были менее востребованы. Как вы сами понимаете, основными героями советских фильмов были рабочие колхозники, передовики труда, производство. Если бы она была женой известного режиссера, я вас уверяю, она бы снималась очень-очень долго. А так, это же профессия очень зависимая. У нее не было человека за спиной, который бы ее поддержал. Две актрисы-неудачницы, дочь и мать, жили очень бедно. Ничего от звездной славы и красоты Марианны уже не осталось. Она как могла пыталась украсить дочку, рассчитывала, что девушка найдет или мужа, или хорошую роль в кино. Но ничего не получалось. Их жизнь была унылой и серой. Особенно тяжело пришлось Марианне Стриженовой в 90-е годы, когда в стране практически перестали снимать кино. В картины нового, кооперативного жанра, она не вписывалась. В театр не звали. Крошечной пенсии едва хватало на скромную еду. Дочь Марианны Стриженовой, Наталья, не знала, чем себя занять. Сходила замуж, родила дочку Александру, но отдала ее на воспитание матери. Последний фильм, в котором она снялась, назывался «Провинциалки». И шедевром, конечно, не был. Ремчик. Сереженька, а мы ведь к людям сейчас идем. Ну да, твои люди все абстиненты. Мать помогала ей деньгами, кое-как сводя концы с концами, ведь на ней теперь была еще и внучка. Работала консьержкой, продавала вещи, а Наталья скатывалась на самое дно и удержать ее в нормальной жизни было невозможно. Она была никому не нужной актрисой и невостребованной заливала водкой. Рядом с ней вертелось много случайных людей, часто возникали романы. Это мое личное дело. Мама умерла из-за того, что ее отравили. Один из ее сожителей подсыпал ей в спиртное огромную дозу снотворного. Хотел, чтобы она его прописала, но Наталья отказывала. И тогда он решил ее проучить. Он ей смешал феназепам с алкоголем и убежал. Потом он приехал на похороны. Как только мы его увидели, мы его выгнали оттуда. Сказали, что ты не имеешь права здесь вообще быть. Олег Стриженов на похороны своей дочери не пришел. У него снова случились перемены в личной жизни. Он женился в третий раз на Лионелле Пырьевой. А Марьяна Стриженова после смерти дочери как будто потеряла рассудок и не знала, как жить. Рядом был трудный, своенравный подросток. Александра все время требовала деньги. Она была настолько нершистой, настолько неспокойной девочкой, я такие подбираю самые мягкие слова, что контакт бабушки с ней мог быть только путем каких-то, ну пусть маленьких или больших подарочков. Решили сдавать квартиру покойной Наталье. Человек, которого звали Марат, заплатил за три месяца вперед и первое время Марьяна и ее внучка были просто счастливы. Наконец-то появились деньги на еду и одежду. А потом Марьяна еще заключила договор пожизненной ренты. В специальном агентстве ей объяснили, что это очень выгодно. Они содержат актрису до конца ее дней, а им после ее кончины отходит квартира. Актеров часто называют большими детьми. Им легко удаются перевоплощения в кадре и на сцене, но в реальной жизни они, как правило, совершенно беспомощны. Плохо разбираются в людях, совсем непрактичны. В общем, это идеальные жертвы для мошенников всех мастей. О том, что актриса Марьяна Стриженова совершенно одинока и ей не на что жить, никто не знал. Защитников у нее не было. Через месяц после подписания договора пожизненной ренты она взяла лекарство, которое посоветовали ей новые опекуны. И, сделав глоточек, упала замертво. Я бегом к ней, у нас не работал домашний телефон. Я ее схватила, я говорю, баба, я не знаю, что делать. Сердечные есть гликозиды, которые вызывают остановку сердца, и при этом человек умирает от сердечной недостаточности. Там достаточно небольшого количества. Александра пыталась связаться со звездными родственниками, рассказать о смерти Марьяны, но не дозвонилась. Через две недели несовершеннолетнюю девочку выставили из квартиры бабушки, и она пошла в квартиру, где жила когда-то ее мать. Ее арендатор Марат уже был в курсе, что Александра осталась круглой сиротой, и помочь ей некому. Угрожая пистолетом, он потребовал у девочки паспорт и заставил подписать генеральную доверенность на его имя на продажу квартиры. И сказал, если ты еще раз надумаешь открыть свой рот на меня, тогда у тебя будут большие проблемы. Надо было уже идти сразу в милицию, бежать, папе, дедушке, да? Я ничего такого не сделала. Потому что она стеснялась своего звездного деда и не хотела выглядеть в его глазах полной дурой. Марат квартиру быстро продал, и Александра осталась на улице. Были потеряны и квартира мамы, и звездной бабушки. Сегодня очень часто упоминают одну фразу, да? Квартирный вопрос испортил москвичей. Но стали в это вкладывать совсем другой смысл. Как-то снисходительно и легко говорят об этом. Совершенно не понимая, что на самом деле за этой достаточно легкой фразой жуткие трагедии. Просто трагедии. Шесть лет назад Москва была взбудоражена историей сына знаменитого актера Бориса Новикова, хозяина двушки в престижной высотке на Котельнической набережной. Сергей Новиков лишился бы жизни, если бы не друзья и коллеги Бориса Новикова и Надежды Антоновны, если бы не гильзи актеров и журналистов, которые подняли шум. Квартиру в престижной высотке Борису Новикову помог получить Александр Твардовский, который считал, что актер гениально сыграл Василия Теркина. Бережить беду проруху, в кулаке держать табак, но Россию, мастеруху, нам терять нельзя никак. Видел его роскошного Теркина, на котором молились все, потому что это была не роль, это было чудо, вот в этом был и есть великий артист, великий народный артист, народный, потому что он был абсолютно из нашего народа. Роли в театре имени Моссовета и в сатире, сериал «Тени» исчезает в полдень. Купи-продай в исполнении Новикова стал для людей одним из самых любимых персонажей в фильме. Вам за это фанфары? Фанфары. Это была звезда великого, роскошного эпизода. Все, что он играл, он как король метаст, к чему он притравился, становился золотым. Жена Бориса Новикова Надежда тоже была актрисой, и эта пара могла бы назвать себя счастливой, если бы не трагедия с сыном. Мальчик родился обычным ребенком, но с годами стало понятно, что он психически болен. Новиковы периодически укладывали его в психбольницу, но толком там ничем Сергею помочь не могли. Только делали хуже. Приходилось все время давать ему очень сильные лекарства, иначе его безумие не давало никому покоя. У него текла слюна, он уже боялся, то есть такое ощущение, она говорит, что из него что-то там сделали, что ему что-то там применили. Но в те годы могли, в общем-то, эксперименты какие-то ставить, и вот Сережа стал боязливым человеком, он стал комнатным человеком. Борис Новиков и в пожилом возрасте выходил на сцену и снимался в кино. Но в середине 90-х тяжело заболел, и стало понятно, что скоро Надежда и Сергей останутся одни. Семья еле сводила концы с концами, у супругов не было работы. Жили на три оскорбительных пенсии. В 97-м Бориса Новикова не стало. Надежда Антонна тяжело болела и понимала, что вскоре уйдет вслед за мужем. К ней зачистил священник из соседнего прихода, который заходил ко многим в этом доме. И ее все время терзала мысль, что будет с беспомощным Сережей. Как-то батюшка предложил стать опекуном ее сына, заботиться о нем до конца его дней, привел нотариуса, и Надежда Антонна подмахнула какие-то бумаги, в содержание которых особо не вникала. Она что-то там подписала для него, но оговорка была, что Сережа пожизненно живет в этой квартире. Им порой нечего было кушать. Да, да. Да, да. Мы жаль, что мы сегодня говорим об этом, но порой была такая ситуация. Друзья семьи задавали вопросы. История эта вызывала беспокойство. Батюшка не вызывал никакого доверия. В квартиру зачастили какие-то люди, которые вроде делали хорошее дело, приносили совершенно бесплатно продукты. Но ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И я, когда я увидел, что она подписала, она такая была очень наивная, я говорю, Надежда Антонна, вы подписали себе, я говорю, просто смертный приговор. И когда Сергей похоронил свою мать, мошенники провернули все быстро. Прибывая в полной уверенности, что никому психически больной сын Новикова не нужен, никто его не схватится. Наведенная батюшкой банда черных риэлторов обманным путем убедила Сергея подписать генеральную доверенность на продажу квартиры. Оставалось немного. Очистить помещение от хозяина. Однажды за Сергеем приехали какие-то граждане и убедились сесть с ними в машину. За время долгого пути он не раз пытался узнать, куда его везут, но получал в ответ короткое «заткнись». К этому моменту Сергей уже был выписан из своей шикарной квартиры и ее готовили к продаже. Покупатель уже нашелся. В плену он провел три недели. Просидел на матрасе, брошенном прямо на пол в холодном и грязном бараке. Ему не давали есть, в надежде, что он заболеет и тихо угаснет. Я вот точно скажу, его туда везли убивать. Он был как нож. Вот так видно, а так нет. И если бы не друг дома Николай Денисов, если бы не гильдия актеров, то сын Бориса Новикова лишился бы жизни, спас его поднятый в прессе шум. Нам следователь сказала, говорит, обычно мы не любим как-то это пресса, но если вы сейчас эту ситуацию не сделаете громкой, вы его не найдете. Но очень дорогая квартира. В этом доме очень дорогие квартиры. Сейчас Сергей живет в своей квартире, которую когда-то выбил Твардовский для его отца знаменитого артиста. И друзья стараются навещать его как можно чаще, потому что помнят, за одинокими владельцами престижной недвижимости идет настоящая охота. Я сейчас освобожусь, надо погулять с тобой пойти. Вот спрут, который существует, вот этот квартирный, это очень страшно. Актриса Люсьена Овчинникова главных ролей сыграла мало, но ее знала и любила вся страна. Она была абсолютно своя, теплая, близкая, родная. Сейчас такие девочки идут стройные, субтильные, красавицы, все на месте. Я уже не говорю про рост, сейчас же при новой, потому что 90-60-90. А ведь Люся, она ведь полноватенькая. Она с талией, она, как фигурка послевоенных времен. Талия, есть грудь, есть попочка, есть ножки, она не очень высокая, но вот невероятно, вот я знаю, как ее любили вообще мужчины. Как бы хотелось обнимать, вот прижаться к ней, вот понюхать ее, не знаю, вот погладить ее. Куда я собралась? Монастырь. За роль Вали в Большой перемене Овчинниковой дали звание заслуженной артистки РСФСР, что было для нашей страны очень редким случаем, ведь это персонаж второго плана. Главную роль она сыграла лишь один раз. Нет, скажите! Жень! Ничего! Стерпит! Я говорю, бейте как следует, иначе как я буду играть-то? Ну, она так, потом я говорю, ударьте как следовало, она как мне, дала у меня искры из глаз посыпались, красная стала щека, и я это отыграл. Все актеры имели так называемые ставки. Народные получали больше всех, заслуженные меньше, а артисты без званий вообще снимались в кино за зарплату рядового инженера. Овчинникова еще задолго до получения звания заслуженной артистки РСФСР получала как первые лица советского кинематографа. Когда они поехали с Герасимом, это она не рассказывала в Госкино утверждать на какую-то роль ставку, ей делали то ли 25, то ли там еще, а что Герасим сказал? Вот за этой актрисой сотни тысяч русских баб. И она будет получать самую высокую ставку. И Госкино согласились на это. И он был прав. Вот за ней сотни тысяч русских баб. Но вот хорошую квартиру, как положено народным и заслуженным, ей не дали. Жила она в очень скромной маленькой хрущевке вместе со своим мужем-актером Валентином Козловым. О большем ни он, ни она не мечтали. Это был союз людей, для которых на первом месте всегда была работа. Детей у супругов не было. Как и многие другие актрисы, Овчинникова променяла когда-то материнство на очередную роль. Она сделала какие-то, по-моему, аборты, один или два, уж я не помню. И все. А так, когда в театре для них роль, это все. Если ты ребенок, значит, ты уходишь на три года, там, на два года, ты все теряешь. Но в начале 90-х не стало ролей ни в кино, ни в театре. Люсиена Овчинникова и ее муж остались один на один в своей квартирке почти без контактов с внешним миром. Убогая квартирка была пустой, неуютной. Свить гнездышко Овчинниковой тоже когда-то помешала работа. У нее было отсутствие дома, как я бы сказала. То есть, его не было. Не было ничего, чтобы женщиной сделала вот этот дом. Какая-то подушка там, вышивка, или я не знаю, ну, что-нибудь. Может человека что-то радовать? Вот один предмет. Этого ничего не было. После смерти мужа, с которым Люсиена Овчинникова прожила 30 лет, она осталась совсем одна. Пенсия была оскорбительной подачкой, которой и еле-еле хватало на скромную еду. В жизни брошенной всеми актрисы появилась водка. Так она заглушала боль от оглушительно звенящей пустоты. Она не пыталась бороться. Она не была нужна кинематографу, студиям. То есть, она могла для этого что-то сделать. А для этого нужно встать под душ, а нужно накрасить глаза, а нужно выпросить, а может быть, убедить кого-то, что ты еще актриса. Так она же этого не делала. И в ее жизни появилась Татьяна Рогозина, актриса, с которой Люсиена Овчинникова работала в театре имени Маяковского. Рогозина вдохновенно целовалась в фильме «Гараж», сыграла еще несколько ролей второго плана, до популярности и таланта Овчинниковой ей было далеко. Но это была живая душа, с которой Овчинникова могла поговорить, попросить о помощи. Когда Люся вот уже одна была, она около нее все время кружилась, я знаю, что какие-то лекарства она покупала, ходила и все ей давала. Она пришла в трудный для Люси момент, когда ей не было интересна жизнь. Постепенно Рогозина взяла на себя роль экономки в этом убогом доме. И со стороны это выглядело проявлением доброты и заботы. Готовит, убирает, дает лекарства, отвлекает разговорами и не дает Овчинниковой опускаться. Работает ее секретарем. Как секретарь безвольного человека она соединяла с Люсей звонками и когда «Алё, значит, простите, а вы кто? А вы кто? Я такая-то, я любовь Амельченко актрисы, да? А я тогда скажу». Многим Татьяна Рогозина не нравилась, но больше было людей, которые считали, что эта женщина спасла Вчинникову от страшных мыслей о самоубийстве. Без любимой работы, без любимого мужа актриса не хотела жить. Почему и пила так много, как будто хотела уйти в пьяный сон и больше не проснуться? Последние годы были связаны с абсолютной человеческой усталостью, как рассказывали её подруги. Она приближала свою смерть, как я понимаю, она хотела умереть. В 1999 году Люсьена Овчинникова решила отметить Рождество у своей подруги и впервые за долгое время выглядела более-менее нормально. Много не пила, была в хорошем настроении, очень много говорила, вспоминала лучшие роли мужа. Потом проходит какое-то время, ой, что-то у меня плохо. Говорю, господи, я жлюсь, тогда я скорую вызову. Всё произошло очень быстро. Люсьена Овчинникова просто села на диван и больше уже с него не встала. Через 10 минут приезжает скорая помощь. И врач, я смотрю, идут, я, значит, открываю, и подходит, берёт это самое. Она говорит, только что умерла. Помментально, вот если бы они приехали, хоть ещё бы, или раньше надо было вызвать, тромб оторвался в результате. Тромб. А спустя две недели Татьяна Рогозина, называя себя самым близким человеком Люсьена Овчинниковой, предъявила в ближайший к дому актрисы нотариальной конторе завещание, в котором Овчинникова называла её наследницей своей квартиры. Появились эти якобы бумаги, что какой-то Люсиной рукой это подписано квартирой. Ой, это про Рогозина лучше мне не говорить, это аферистка. Квартирка Овчинниковой была небольшая, но для бедной Рогозиной это было сказочное богатство. В успехе мероприятия она была уверена на сто процентов. Овчинникова была одинока, разбираться, почему вдруг квартира отошла какой-то недавно образовавшейся подруге было некому. В эту историю вмешалась первая жена Валентина Козлова, умершего мужа Люсиной Овчинниковой, которая жила в то время во Франции. Она приехала в Москву и доказала, что подпись на завещании поддельная. Рогозиной в наследовании квартиры было отказано. Жилплощадь в итоге досталась сводной сестре-актрисе. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова